Здравствуйте, глубоко уважаемые любители лётных видов спорта! Вот мы с Сержаном решили, что почему бы вам благородным доном не взять и не полетать на планере? Мы даже, в принципе, и летать-то не собираемся. Мы так пробежимся по полосе, так как вчера, да? Чук! Но если вдруг так получится, что мы взлетим, то прерывать взлёт нельзя. Нужно уже лететь, потому что опасно. Вот такая отмазка для контролирующих органов. Погнали! Ты готов? Готов. Давай запускаться тогда. Так, отсюда. Раз, два. Шок он. И забыл, где у него кнопка. А, во! Мотор с ВЭЛ! Вот этот центр, друзья. Очень всё красиво. Сейчас, походочку. Вот, друзья, можно ли летать над городом? Да, пожалуйста. Летишь себе спокойно. Никого не трогай. О, меня и тут, и тут показывают. Проходим немножечко в сторону. Ну, красота. Проверил. Тормоза выпущенные. И пипистрель прыгучий. Сейчас будет прыгать, зараза. Как пить-то. О, не прыгает. Смотри, как я его притёр удачно. Ну, как тебе, друг? Ну, всё нормально. Перфектно. Перфектно? Светаль, наконец-то. Друзья, пошёл дождь. Поэтому на этом тивистичный наш полёт закончен. Мы притащили с собой дождь. Дождь на таком аппарате всё-таки летать не стоит. Потому что один цилиндр будет охлаждаться больше, чем другой. И будет нехорошо. Да? Вот такая суббота в субботице. И будем продолжать. Ну что, Гриша, готов? Оф. Как всегда. Постановочные кадры мечты летать. Вы же не такие. Погнали! А какая частота мы хоть можем частоту-то вбить? Да. 123-500 у нас. Такая. Такая же? Да. О! Красота! Добрый леди! Подожди, я скажу в камеру. Друзья, у всех плодинистов 123-500. Запомните. На любом аэродроме мира практически. Ура! На горизонте Кучёвка! Какой у тебя будет позывной? Не думал. Никогда не знаю. Так. Индия Виктор Игорь Волков. Ты будешь... Вольф, Майк, take off. Бронвей, вайн-фор. Все, едешь, 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 смотришь на скорость. Раз. Восемь, едешь. Выключаем. Оп! И мотор будет убираться. Бэк. Я взял ручку. Ну что ж, друзья, мы летаем над городом Субботица. Посмотрите, какой город красивый. В Сербии. Волшебный. Вот там дворцы всякие. Действительно, крайне удачная архитектура города. Очень красиво. Нам очень нравится. Над Субботицей показываю вам красоту города. Это второй наш летный день здесь. И мы очень довольны. Во-первых, город красивый. Во-вторых, люди замечательные. Во-вторых, аэродром недалеко. Вот он, панорама местности. Многие спрашивают, а как на равнине летать? Да нормально. Сейчас вот облачка, если придут, будут восходящие потоки, в которых мы сможем набирать высоту и... Чуть-чуть куда-нибудь летать. Смотрите, как красиво. А, прям над городом. Вот, внизу домишки, люди машут. Все прекрасно. Да? Да, шикарно. Что такое? Хорошо. Я сейчас чуть тормоза уменьшил, потому что вроде как визуально не долетаем немножко. Хорошо. Крен убирай, крен. Чуть ручку влево. Скорость, скорость не терять, скорость не терять. Я взял. Вот, это называется, разболтали. Право-влево. Ну и смотри, какой момент, что ты, когда разболтал его, у тебя уже скорость была ближе к 80. То есть существует достаточно большой риск, что на этой скорости можно от каких-нибудь движений его, ну, не подсорвать, а... Ну, короче, нехорошо. И второй нюанс, что ты, когда его так вот разболтываешь, ну, это тяжело. Поймать пусть полосы потом будет тяжело. То есть старайся вот так же красиво по прямой шел. Шел, да, я сам не понял, что в конце случилось. Ну, ничего страшного. Мне кажется, я передали. Ну, может. Слушай, ну, как бы это не критично. Что, порулили тогда? Работает лебедка, а? Какой дым от лебедки идет, как будто она горит. Посмотрите. Ужас. Ну, заторвался, видите, какая скороподъемность, как он чпунь. Ну, как? Хорошо? Инструктор доволен? Инструктор. Инструктор доволен? Хорошо? О, это мне теперь... О, друзья, меня одевают. Вот, смотрите, прям почти в прямом эфире. Не влажу в планер, посмотрите, сколько народу сажает. Не влажу. Потолстел волчок. Все, я готов. Же све пре. По-французски. Ну, что ж, друзья, показываю вам взлет на лебедке. Сразу свои ощущения знаю. Это ноги выше головы и так далее. Вот, у меня провожает целая команда друзей. Можете за меня поволноваться. Страшно? Да. Когда пилотам не страшно, когда пассажирам. Ой, боюсь. Вот, какие мрачные тучи, какие подходят сбоку. Мы их отгоняем. Кыш, кыш. Там пепестрилище разбирать перед дальней дорожкой. Вот, как выглядит у нас флажочек. Сначала поднимут красный. Это значит, запускай мотор. Выбирай слабину. А желтый-то погнали. Вот, выбрана слабина. И вот сейчас уже видно, что трос натянулся. Пошел желтый. Давай. Тяги, тяги. О, пошел разгон. Их, предскорение, знаете, как в кресло сжимает. О, либо чкунь. Смотрите, какой угол. Мама, ты дорога. Вот, слушайте, ну вот, реально страшно сейчас. Ну, вот оторвался, видите, какая скороподъемность. Как он, чпунь. Я такой танкат, что-то просто. Я показываю вот так, потому что в другую сторону все равно ничего не видно. Небо. Видите, вот, небо и все, и приборы. О, сержант там. Ой, как ты там? Все нормально. Все хорошо. Ну, слушайте, ну, высоко, реально. 300 метров точно. Вот это мне парфу дали. Чувствуется, не жалеет красина. Ой, и в принципе, в принципе, отцепочка. Вот, и проверили, что точно отцепилось. Если не отцепилось, там гильотины есть всякие. Вот как выглядит полет по кругу, собственно. Ну, понятно, что не я лечу, но я и не берусь. Я снимаю видео, как будет Макс. Вот он, аэродром. И можно спокойно делать коробочку. Как вы видите, внизу несется машина со страшной скоростью. Зачем она несется? Она несется трос размотать. Потому что, сейчас, понимаете, трос смотался к лебедке. И можно ли по-другому? Можно. Можно на старте поставить, например, смотчик. Что такое смотчик троса? Это еще одна лебедка, маленькая только, которая может смотать трос на себя. И тогда не нужна машина. Представляете, как все ускоряется? Мало того, у нас это все технологии есть. У нас есть электрическая лебедка. Ну, не есть. Она могла бы быть, если бы не эта глянская война. Была бы электрическая лебедка, которая тягает планера. С синтетическим тросом, с большой батарейкой. Мотор от Nissan Leaf 150 лошадиных сил. Киловатт. 150 киловатт. Вот это вот 122, по-моему, лошадиные силы. Вот там вверху леса. И то, что сматывает трос, у нас тоже есть. Это штука, которая... Вы, наверное, видели в роликах лебедку, которая параплану настигает. Там просто звездочка меняется. Ремень немножко другие-другие размеры. И все. И в этом случае трос сматывается очень быстро и точно, и ложится на старт. И в этом случае между двумя взлетами времени, ну, там, не знаю, 2 минуты. Представляете, может куча планиров, так сказать, только чпок, чпок, чпок в небо стрелять и выше, чем сейчас. То есть, по идее, вот с такого расстояния... Сейчас штиль, понятно, вот здесь аэродром, где-то 100-1200 метров троса сейчас вымотано. А можно-то и больше, можно, в принципе, это двинуться на всю дистанцию. То есть, вполне можно на 600 метров тянуться. В этом случае эту местность я знаю, здесь погода бомба. И вот там вот город, в котором мы летали в Венгрии на чемпионате мира. Вот это, конечно, очень страшно над лэп вот так вот разворачиваться. Я прям... Понятно, что высоко, но вот... Как это, долет? Если на этом аэродроме делать соревнования, то долет на малых высотах. Вот такой вот царством лэпа, это, конечно, страшный сон парапланетиста, друзья, честно говоря. Вот, и все. Вот, кстати, полоса. Сейчас будет заходик. Так что лебедка, это, конечно, сказка. Это просто праздник. Недорого получается. Особенно на электрической. Там очень экономично. И ресурс огромный. Если электрическая лебедка, ресурс электромотора гигантский. Если трос не таскать по земле, разматывать в воздухе, ресурс троса тоже гигантский. Видите, какие перспективы открываются. Лебедка, это вообще... Это офигенная штука. Раз-два, взяли! Раз-два, взяли! Толкайте НИИ! Заваливай налево! Нет, нет, направо! Нет, налево! Друзья, окончание летного дня. Идет дождь. Вы все спрашиваете, как ездит лебедка. А вот так. Мужественный оператор. Несется на лебедке вскачь. Достаточно удобно, когда лебедка ездит. Уж поверьте мне. Человеку, который лебедки таскал в свое время, будь здоров. Моя лучшая лебедка была с точки зрения самоходности. Восьмиколесный вездеход. Было реально восемь колес. Эта штука перепрыгивала любой ров. В общем, было очень весело. Скулит, что такое собака. Так-то забыли. А я вам сейчас ее покажу. Вот это хорошенькое животное. Оно скулит. Ему скучно. Хорошая собака, хорошая. Не рычи на меня. Ну, а на всякий случай рычит. Ну, смотри. Ну, я же не злой. Я же хороший. А ты будешь рычать? Ты не знаешь, что сделать. Вроде как рычать нельзя. Брошенное животное. В далекий путь. Товарищи. Улетаем, уезжаем. Огромное спасибо Сербии. Огромное спасибо Зану. Спасибо, друзья. Спасибо. Мы в полном восторге от того, что полетали. От того, что даже сегодняшние приключения, как мы чинили фаркоп, еще чего-то летали. В общем, огонь. Это одна из лучших недель моей жизни. Было весело. А мы поехали дальше. В Болгарию. Эй! Эй!